МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гармонизация межнациональных отношений как основа благополучия. В Ненецком округе прошел круглый стол на территории единства. Представители власти, гражданского общества и общественных организаций обсудили вопросы межэтнических и межнациональных отношений. Поделиться опытом в этой сфере приехала министр национальной политики Республики Коми Елена Савтенко. В 2015 году в Республике Коми была принята стратегия национальной политики. Главная задача документа, рассчитанного на 10 лет, – обеспечение межнационального мира и согласия. Одно из ключевых событий в этом направлении – создание Совета по гармонизации межнациональных и межконфессиальных отношений. Структура позволяет выстроить прямой диалог власти и общественных организаций региона. За финансовое обеспечение условий для развития народов и народностей отвечает региональная программа укрепления единства российской нации. Республика Коми – край добрососедства. Региональная программа у нас распространена в шести государственных программах. Это и программа образования, и программа здравоохранения, и программа правопорядок, и программа развития сельского хозяйства, потребительских рынков и так далее, еще несколько программ. Почему нам удобно? Потому что Министерство национальной политики здесь выступает межведомственным координатором реализации региональной программы, которая финансируется из различных госпрограмм. Наличие специальной программы дает региону возможность получать субсидии из федерального бюджета. В 2016 году Республика Коми получила из федерации 14 миллионов рублей. Средства направили на поддержку национально-культурных объединений и духовно-просветительские проекты. По словам министра, религиозные организации играют большую роль в единении народов и противодействии экстремизму. Глава Наринмарской и Мизинской епархии подтвердил значимость этого взаимодействия. Если говорить о возрождении духовности, значит, русский народ, российский народ, если точнее определить эту суть, проблема, которая стоит перед всеми регионами и перед нашими тоже, заключается в том, чтобы и мы в этой единой семье народов обрели наконец-то почти утерянный смысл нашего исторического и духовного бытия. В Ненецком округе для межнационального мира и согласия 2016 год был объявлен Годом народного единства. Сегодня в округе зарегистрированы 166 общественных объединений, 23 из которых национально-культурные. У всех есть возможность получать грантовую поддержку, участвовать в социально значимых проектах и знакомить жителей округа со своей культурой. О результатах Года народного единства расскажут социальные исследования, которые сегодня проводит Департамент региональной политики. Ненцы, русские, коми, татары, азербайджанцы и другие представители народности, проживающие на территории Ненецкого округа, встретились на одной площадке, чтобы отметить День народного единства. В столице региона прошел праздник национальных землячеств «Венок дружбы». Нашей съемочной группе удалось не только посмотреть на богатое творчество представителей разных культур, но и попробовать национальные блюда. А еще, по словам представителя азербайджанской диаспоры, в этот плов добавляют сушеный алычу, курагу, шафран, изюм и лук. Всего более 10 разных ингредиентов. На празднике «Венок дружбы» стол азербайджанцев был самый богатый. Люля-кебаб, авдух, шахер-чурек, ферни, джизбы с такими национальными блюдами угощали всех желающих. Я жительный, желаю здорового, счастья. Дай бог всегда такой праздник был у нас. Ну и как вам живется здесь? Очень хорошо, очень. Нарьямар нас очень понравился. Всем очень мы благодарим вам, что вот такой город мы находимся спокойно. Очень вам благодарим. Хорошо живется в Нениском округе представителям татаро-башкирского землячества. На этом празднике они выделялись богатыми национальными костюмами. Сказать по правде, костюмы эти, они не являются народными, это концертные костюмы. Но элементы в любом случае соблюдены. То есть, например, вот эти валаны говорят о речных просторах, с этим связано. Если говорить о узорах, то это о богатстве, скажем так, леса, луга, поля. В общем, с природой все связано. Все это связано с природой. И все это вышивалось, естественно, вручную, что говорило о том, какая там девушка мастерица в своем деле. Айгюль с детства хорошо вышивала. И это умение оценил ее супруг Радив. Сегодня он вместе с женой знакомит гостей праздника с национальными свадебными традициями. А вы сватьев засылали? Она очень-очень далеко живет. Я сам-то с Башкирии, а она здесь родилась и жила. Нет, я его сюда привезла. Да, да, я выбрала себе. Да, это я заслала, это я сама его привезла. Мы немножко нарушили традиции. Но все остальные традиции соблюли, конечно. Там, видите, когда еще он привозит невесту в дом, да, обязательно встречает мама. Я должна встать на подушку, которую она сама сшила. Она дает мне ложку меда и масла, чтобы была легкая жизнь и сладкая. Принято встречать с маслом и ложкой меда, но уже в чае и у представителей Чувашии. Этот народ славится своим гостеприимством. Вот и на праздники чувашское землячество Юман, что означает древо жизни, угощали целебным напитком. А у нас вот чай липовый, липовый чай из трав, только чисто натуральные продукты. Вот вам просто, пожалуйста, конфеты, птичье молоко, чувашское производство, это все привезено из Чувашии. Сами стараемся, привозим все пусков и стараемся показать себя, что вот здесь Чувашия, Чувашская нация, что мы здесь со всеми наравне. На празднике «Венок дружбы» все чувствовали себя наравне. Это более 20 национальных и территориальных землячеств. Организаторы праздника, этнокультурный центр, клуб земляков и дворец культуры Арктика особенно постарались. На фестивале можно было не только увидеть и попробовать на вкус культуру разных народов, но и побывать в краеведческих уголках. На одном из них учили делать сердце русской избы. Раньше стояли вот такие печи. Как вложить к печи, это передалось по истории от деда к отцу, от отца к сыну и так дальше. Меня, например, это все обучал мой дядя Кисляков Федор Павлович. Ну вот, я показываю детям, как это нужно. Дети и взрослые на праздники могли научиться не только класть кирпичи, но и правильно надевать хомут на лошадь. Чтобы в телегу, в саночки запрячь и поехать. У нас конно-спортивный клуб «Фортуна». Мы недавно только открылись и вот приобщаем молодежь к лошадям. Мы хотели маленькие дети и получилось так у них. Кое-как, ну, все правильно делают. Получилось делать правильно и у Кости с Левой. У мальчишек сегодня особая миссия. Ну, я раздавала билетики со своим другом Левой. Своим другом Левой? Да. Что за билетики? Ну, это на праздник День Единства. Мы этот праздник сегодня отмечаем все вместе. Так как на этом празднике все выступают и танцуют, и поют хором. Ленинский автономный округ очень хороший для людей. Всего в фестивале национальных культур, который проходил в День Народного Единства, поучаствовали более тысячи людей разных религий и национальностей. По словам организаторов праздника, такой межнациональный венок дружбы удалось сплести благодаря общей любви к России. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. День Народного Единства отметили региональные представительства политических партий. К этой дате приурочили ряд мероприятий. Индское региональное отделение политической партии ЛДПР в День Народного Единства провело митинг. Он прошел возле памятника подвига участников колено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны. В новейшей истории День Народного Единства еще молодой праздник, но корнями уходит в глубокое прошлое. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский уверен, День Народного Единства является одним из самых значимых государственных праздников России, поскольку связан с важным историческим событием – освобождением Москвы от польских интервентов в 1612 году. 4 ноября все члены и сторонники партии вышли на площади городов и приняли участие в праздничном шествии. Поздравительный адрес от Владимира Жириновского на митинге в Наринмаре зачитал координатор Ненецкого регионального отделения ЛДПР Андрей Смыченков. Давайте помнить уроки истории нашего государства, передавать накопленный опыт новым поколениям. Мы все за сильную и могучую Россию. Гордитесь тем, что живете на Великой Русской земле. Ненецкое региональное отделение партии «Единая Россия» в День Народного Единства в рамках Кубка открытия сезона по мини-футболу среди мужских команд провело товарищеский матч между партийными командами Наринмара и Заполярного района. Для партии «Единая Россия» в Ненецком округе стала уже доброй традицией проводить в этот день различные спортивные мероприятия. И в рамках этого турнира личным примером пропаганда здорового образа жизни мы решили члены партии городского отделения и отделения Заполярного района сыграть товарищескую встречу. Спорт является объединяющим началом. Поэтому мы показать и личным примером за здоровый образ жизни, и объединиться, и неформально пообщаться. Потому что очень важно быть здоровым. Как у нас есть девиз – здоровым в деле, здоровый дух. По итогам матча победу с усчетом 6-2 одержала команда местного отделения партии Заполярного района. МЧС предупреждает – выход на лёд опасен. На водоёмах региона идёт ледостав. Спасательные службы рекомендуют ограничить в этот период выход на лёд. Ездить по зимнику станет комфортнее. Один из проблемных участков зимней трассы укрепили и оборудовали дорожными знаками. В Ненецком округе завершён ремонт участка дороги от посёлка Харьягинский до границы округа. Участок вызывал многочисленные жалобы жителей округа, путешествующих по зимнику. Строители выполнили перекладку железопитонных плит с частичной заменой изношенных. Укрепили обочины, заменили стометровое барьерное ограждение на мосту через реку Сеношор. Также выполнены работы по подсыпке, планировке и уплотнению обочин дренирующим грунтом. Общая протяжённость отремонтированных участков составляет 15 километров. Кроме того, на участке Харьягинский граница округа смонтировано 72 метра барьерного ограждения. Установлено 495 дорожных знаков и 625 сигнальных столбиков. Это повысит безопасность движения в непростых условиях Крайнего Севера. После ремонта проблемного участка зимник станет ровнее. МЧС России по Ненецкому округу обращается к жителям региона с призывом не выходить на тонкий осенний лёд. В настоящий момент толщина льда в районе морского порта составляет 12 сантиметров. Первый лёд очень коварен, он только кажется прочным. А на самом деле ледовое покрытие тонкое, слабое и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребёнка. Кроме того, в ближайшие дни ожидается выход двух морских судов – Балтийский 108 и Нептун – из порта Наринмара, который разрушит ледовое полотно на Печоре. Просим быть особо внимательными и осторожными, потому что судовой ход, где прошли суда, он будет незаметен на водной поверхности, замёрзшей, занесённой снегом. И может привести к плачевным последствиям, в том числе даже с летальным исходом. МЧС России по Ненинскому округу предупреждает, что в случае провала под лёд, выбираться необходимо в том направлении, в котором вы вышли. Выбравшись на лёд, необходимо передвигаться перекатами. На благо молодожёнам и преображение посёлка. На Ринмаре установили памятник Петру и Февронии. Образ самой почитаемой семейной пары теперь украшает аллею отдыха в посёлке Искателей. В округе появился символ семьи, любви и верности – скульптура святых Петра и Февронии Муромских. Памятник самой почитаемой семейной пары России установлен в округе благодаря общенациональной программе «В кругу семьи» и поддержке нефтяников. О том, как прошло открытие и куда теперь будут отправляться молодожёны, чтобы получить благословение святых Петра и Февронии, расскажет Любовь Пермякова. Накануне открытия памятника с самолётом из Москвы для освещения скульптуры прибыла икона с мощами Петра и Февронии. В аэропорту её встречали церковнослужители. Святой образ на Ринмар доставила представительница общенациональной программы «В кругу семьи». Эта организация занимается установкой композиций Петра и Февронии Муромских в разных городах России. И приехала в город Наринмар для того, чтобы установить очередной памятник святым. Как долетели? Отлично. Сама являюсь уроженкой города Наринмара. Только 22 года назад уехала. Мне не вернулась. Мне очень приятно, что наконец-то приехала в родной город и привезла этот памятник. Из аэропорта икона Петра и Февронии отправилась в главный окружной храм. В Богоявленском соборе образ ждали почитатели святых. Среди них Людмила Лебедева. С чем обращаетесь к этой святым? Ну, о защите, покровительстве своей семьи, во-первых. А во-вторых, о преумножении любви в себе, то есть к людям, как всем. И желаю своим друзьям, всем знакомым семейного счастья, благополучия и всего самого лучшего, любви. Икону покровительницу счастья, любви и благополучия на следующее утро доставили в поселок Искателей. Там прошло торжественное открытие памятника святым. Место для влюбленных выбирали долго вместе с жителями округа. И решили, что благоверные Петр и Феврония будут украшать парк у здания поселковой администрации. Наверное, не случайно и знаменательно, и промыслительно этот памятник стал так, что он указует каждому путь к Богу, путь к храму. Святые благоверные князья взирают на эту благолепную, пока еще малую, часовню, храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Это первое иконное изваяние святых покровителей семейной святыни от Кольского полуострова до Чукотки. Такое изваяние в нашем округе появилось благодаря не только общенациональной программе в кругу семьи, но и при поддержке нефтяных компаний «Башнефтполюс» и «Лукойл Севернефтегаз» в рамках социально-экономического сотрудничества. По словам губернатора округа Игоря Кошина, этот мемориал станет любимой точкой свадебного маршрута малозаженов. Я думаю, что уже в ближайшее время все наши молодожены будут обязательно приезжать сюда, и это станет таким очень правильным примером для подражания. Ведь основа любой семьи – это, прежде всего, любовь и верность. Именно эти чувства любовь и верность изобразил в своем творении автор скульптуры Константин Чернявский. Православный памятник Петру и Февронии выполнен из бронзы. По мнению самого мастера, этот материал идеально передает теплоту отношений пары. А голуби в руках влюбленных – символ семейного очага и мира. С обратной стороны скульптуры находится зайчик. По легенде, он жил в семье Петра и Февронии. Говорят, что если загадать желание и потереть ушки, то оно обязательно сбудется. Впрочем, самое большое желание жителей уже сбылось. Памятник открыли. Для меня это вообще красота необыкновенная. Я сегодня рано утром пришла, потому что я работаю, иду рано, прихожу поздно, и думаю, ну где-то… И я настолько обошла ее несколько раз, стояла, любовалась, не знаю как. Это нужно, большое. И, во-первых, мы не избалованы такими событиями, такими праздниками, такими вот скульптурами. И, наверное, когда в поселке тоже есть вот такие скульптуры, то, наверное, как уже было сказано, что есть куда сходить, есть что посмотреть, есть что вспомнить, есть чему поучиться. Даже история создания этого памятника, наверное, она нужна не только нам, но и нашим детям. Памятник выполнен очень хорошо, мне понравилось все. В нем изображено все. Все черты, все мелкие вещи, которые не замечают, все равно выполнены. Памятник замечательный. Конечно бы хотелось, да, чтобы таких было побольше у нас. И ведь у нас мало тут разных церквей. Да вот хотелось бы, чтобы были и памятники церкви, и тогда, чтобы народ, Бог ушел. И вот так вот весь народ просветится. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.